Ом ТВ Юэй про найголовніше. Подписывайтесь и не пропускайте новые видео. Обовязково пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы сильны, когда объединены. Признать Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Сразу два проекта обращения к президенту сегодня депутаты вынесли на голосование. С той лишь разницей, кому в первую очередь адресовать документ. После принятия сразу направить президенту или сперва проконсультироваться с МИДом. Законотворцы считают, наша страна сейчас должна оказать необходимую помощь Донбассу. Под свист пуль, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно. Все как обычно. Насаждение демократии якобы с благими целями. Мы своих не бросаем. И мы хотим, чтобы это юридически было оформлено. Вот он момент истины. Органы власти, ДНР и ЛНР, депутаты в опрощении к президенту назвали демократическими. И выступили за создание правовой основы наших межгосударственных отношений. Значит, можно спорить. До сих пор еще спорят. В словах, когда на границе с Донецкой народной республикой, Луганской народной республикой, сосредоточены значительные вооруженные силы Украины. Абсолютно непонятные претензии к России, что вот, дескать, мы сосредоточили 100-тысячную группировку войск на западе России. Имеем полное право. Если необходимость, и полумиллионную группировку там сосредоточим. И они градят войной. Мы считаем, что такая мера, официальное признание независимости этих республик, охладит горячие головы. Обострение началось в 2014 году. Все то время, что продолжается конфликт на юго-востоке Украины, Россия помогает Донбассу. И это не только гуманитарные колонны с продуктами питания и лекарствами. Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готовы отказаться не только от 13-й зарплаты. Речь идет о том, что более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами Российской Федерации. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей. Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление. Большинством голосов принимается постановление под номером 582-43-8 об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Мы никому не угрожаем, ведь просто мы заботимся об общей безопасности. Безопасность неделима. Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Добрый человек! И смешной. Постановление будет подписано незамедлительно и направлено к главе государства. Инициативу депутатов Владимир Путин прокомментировал почти сразу после заседания на совместной пресс-конференции с германским канцлером Олафом Шольцем. Президент подчеркнул, будет исходить из необходимости сделать все для решения проблем Донбасса. А основой для этих действий должен стать потенциал минских договоренностей. Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как говорил господин федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. И нужно, и мы очень рассчитываем на это, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего, Федеративная Республика и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти. И это решение будет найдено. Когда речь заходит о войне с Украиной, для меня, как для киевлянина, это чудовищно. Это чудовищно, потому что весь мир поразил коронавирус, а для меня вирус мракобесия и агрессии, он находится в Кремле. И этот вирус распространяется со страшной силой. Мы сеем агрессию вокруг себя. Мы можем повторить, оказывается, это для Украины. Да-да-да. Крым вернулся. То же самое можно сделать с Украиной. Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готовы отказаться не только от 13-й зарплаты. Речь идет о том, что более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами Российской Федерации. При чем здесь Россия-то? Мы не можем, вот мы Россия, мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия в ходе этого возможного и, на мой взгляд, крайне необходимого переговорного процесса. Вот мы об этом говорили. Говорили о том, где это возможно, что мы могли бы, Россия могла бы сделать для того, чтобы обеспечить этот процесс. А каких-то условий мы не выдвигали, мы, Россия, и не можем этого делать. Я считаю, что не имеем на это права никакого. Это дело самой Украины, это дело Донецка, Луганска. Речь идет о том, что более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами Российской Федерации. Не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. Ну, ни одно государство мира их не признало за эти 8 лет, даже Россия. И вот теперь о таком признании Путина просит Госдума. За проголосовали 351 человек в парламенте, один воздержался против только 16 голосов. И вот что еще любопытно. Проектов постановления было два. Один от КПРФ, давний еще. Второй, недавний совсем, от Единой России. И проголосовали сегодня за документ не от Единой России, что довольно нетипично, а поддержали проект коммунистов. Он, кстати, более жесткий. Чем депутаты мотивировали необходимость признания независимости псевдореспублик, расскажет Юрий Баранюк. Сегодняшний день наверняка войдет в историю. Запад реализует стратегию петля анаконды. Нам нужно думать о наших людях, вынимать их из петли. Всем нам нужно консолидироваться. Консолидироваться депутатам Государственной Думы удалось. Несмотря на политические взгляды, принадлежность к разным партиям, и даже несмотря на то, что Россия почти 8 лет не признавала так называемые ЛНР и ДНР. Большинство депутатов практически с одинаковой риторикой пришли к единому решению. Радует то, что несмотря на разность, порой геометральную противоположность политических взглядов, политических пристрастий, разность взглядов, мы все сплочены и едины в этом вопросе. Сплочены вокруг нашего президента, который задает, нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, который задает вектор внешней политики. Это решение депутатов Государственной Думы еще не признание независимости непризнанных псевдообразований на востоке Украины. Парламент своим голосованием переложил эту ответственность на президента Владимира Путина. Мы хотим президенту дать дополнительный козырь в его тяжелейших переговорах, которые он ведет на протяжении последних полугодов. Вы разве не видите, что происходит? Запад реализует стратегию петля анаконды. Говоря языком первого замглавы КПРФ, за дополнительный козырь президенту проголосовал 351 депутат, включая главу Компартии Геннадия Зюганова. Правда, как он смог проголосовать, непонятно. Согласно заявлению самой партии, Зюганов сейчас госпитализирован и проходит лечение в Московской центральной клинической больнице. Как получилось так, что при этом его голос сегодня учли в пресс-службе КПРФ, к настоящему времени пока не ответили. Еще один коммунист, который, судя по данным сайта Госдумы, проголосовал тоже за, Сергей Обухов. При этом в Госдуму сегодня Обухов не приходил. Я сегодняшний день заблокирован у меня доступ к Государственной Думе. Я нахожусь на изоляции по ковиду. Коммунист Казбек Тайсаев предположил, что ради независимости самопровозглашенных республик на востоке Украины российский народ, это цитата, готов отказаться от 13-й зарплаты. Коллега Тайсаева из ЛДПР, глава Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал непризнанные республики частью, нет, пока не России, но уже частицей русского мира. Более 10 тысяч людей погибли, почти 60 тысяч человек ранены только за то, чтобы эти территории продолжали, как это и было в веках, оставаться частицей великого русского мира. В нас одна идеология, русский мир. Субтитры создавал DimaTorzok